Добрый вечер! Сегодня всё по плану. Я хочу разобрать такие вопросы, которые мне очень часто задают вообще на любых занятиях, консультациях, которые являются общими для любой практики. И один из самых распространённых, когда спрашивают после изучения какой-то методики, сколько времени делать. Допустим, изучил человек технику парноямы и задаёт вопрос. А сколько времени практиковать? Всякий раз я здесь тяжело вздыхаю. И особенно, когда этот вопрос постоянно задаёт один и тот же человек, мне начинает казаться, что как-то здесь всё не очень в порядке с пониманием. В чём здесь дело? Мы на самом деле не можем устанавливать время. Конечно, для начинающих, чтобы они делали хоть что-то, обычно даётся какой-то минимум, за который можно почувствовать эффект практики и, в принципе, более или менее понять, как она воздействует. Это такое тестирование практики. То есть вы с ней взаимодействуете. В принципе, считается, что практика должна оказывать такое воздействие, то есть переводить вас из точки А в точку Б, из имеющегося сейчас состояния, в какое-то немного лучшее, как минимум. Или даже совсем трансцендентное, в зависимости от того, о каком уровне практики мы говорим. И что получается? Когда вы начинаете её делать, вы обнаруживаете, что вся совокупность того состояния, которое для вас считается нормальным, а оно совершенно уникальное на самом деле, поскольку, как известно, никакого нормального человека в природе просто не существует. Это среднестатистическая какая-то конструкция, которая создаётся искусственно. И на самом деле в реальной жизни всё иначе. И вот реальный человек начинает делать практику, о которой говорится, допустим, что она успокаивает, или она просветляет, или даже просто, соответственно, выводит шлаки из организма или что-то ещё. Но это при этой условной норме, а у него своя норма. И он, соответственно, начинает её делать и получает какие-то совершенно другие эффекты зачастую. То есть сколько-то она действует в таком направлении. Но для того, чтобы получить соответствующий эффект, нужно либо дольше практиковать, либо более усердно, либо, соответственно, выбирать какую-то модификацию. То есть дальше с практикой нужно взаимодействовать и её под себя адаптировать. Ну или себя подняли, да, соответственно. Здесь могу быть опять-таки два противоположных подхода. То есть вот это взаимодействие с практикой, оно как раз исходит из того, что человек считает своей нормой. И ведёт к тому, что он хотел видеть как свою будущую норму. Кстати, сейчас даже врачи не говорят, что нормальное давление у вас должно быть вот такое. Спрашивают, а какое давление для вас нормально? Если человек с этим давлением всю жизнь живёт и всё хорошо, то ни понижать, ни повышать его не нужно. У него всё в порядке. Зато любое действие, которое, может быть, даже ведёт к норме, вот этой условной, будет его так или иначе из себя выбивать. Ему придётся свою норму, наоборот, восстанавливать. И вот, значит, при таком балансировании, я думаю, уже нетрудно догадаться, что ответ на вопрос, сколько времени делаете ту или иную практику, значит, он либо, если это даётся такой стандартный ответ на группу, всем ученикам, или какие-то общие рекомендации, он берётся по минимальной планке. Из расчёта, чтобы хоть какой-то эффект почувствовать, но ни в коем случае не навредить. Поэтому реальная эффективность таких рекомендаций будет весьма и весьма относительна. Это тестирование. Если вы действительно работаете с практикой, то для вас нужна вот эта самая саморегуляция нормы. Значит, у нас все практики можно условно поделить на терапевтические и тренинговые. То есть терапевтические практики, они нас восстанавливают до состояния нормы, тогда как тренинговые практики, они нас выводят из состояния привычной нормы к каким-то сверхрезультатам, которые, по крайней мере, относительно нашего текущего состояния представляются прогрессом. Лично для нас-то. Для кого-то это может быть просто как семечки. А кто-то, может быть, никогда этого вообще не достигнет. Но нас это не беспокоит в данном случае. Отношение с практикой – дело сугубо личное. Здесь нет никакой соревновательности. Чем йога отличается от спорта? В йоге нет соревнований. Мы соревнуемся со своим предыдущим состоянием. Это все. Соревноваться с соседом по коврику – занятие абсолютно бессмысленное. У него свои процессы идут. И вот, значит, если мы берем терапевтический вариант, вот этот переход из точки А в точку Б – это как камертон вернуться в свое нормальное состояние. Вас что-то выбило, разбалансировало. И вы понимаете примерно, что вам нужно сделать для того, чтобы восстановить исходное состояние. Поэтому вы берете практику, ту или иную, которая вам уже знакома, и начинаете ее делать, зная, как она на вас воздействует. И вот сколько времени ее делать в данном случае до того момента, когда вы вернулись к своей норме. То есть если это и является целью, поддерживать оптимальную форму, то делать ее дольше или как-то усерднее – это уже пустая трата времени, поскольку такой задачи в принципе не стоит. Если же мы берем тренинговые режимы, то здесь получается, что нам саму эту границу нормы надо сдвигать. И что тогда мы будем делать? Значит, если мы берем некую практику, которая нас ведет из точки А в точку Б, значит, от нашей привычной нормы к каким-то для нас сейчас сверхспособностям, сверхрезультатам, то это значит, что эта практика прежде всего будет нас разбалансировать. То есть исходно, да, как бы хорошо мы себя чувствовать не будем. Это выход из зоны комфорта. Сейчас модный такой термин. Соответственно, наш прогресс заключается в том, что мы отходим от нормы. В лучшую сторону. И это хорошо. Однако все равно приходится вот как-то это пережить. И спрашивается в таком случае, как мы будем отмерять время для такой практики? Опять-таки, все равно это будет наша саморегуляция, а не какое-то установленное время. поскольку нам нужно как бы сделать некоторый прогресс, однако не настолько, чтобы это действительно вообще выбило нас из колеи, или появились какие-то боли, или там совсем плохо, худо стало. То есть вопрос о степени выносимости. То есть насколько мы вот эту границу нормы способны отодвинуть. И вот мы делаем, 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 делаем эту практику. В конце концов, начинаем понимать, что либо количество прикладываемых усилий уже, значит, соответственно, гораздо больше, чем тот эффект, который мы получаем. То есть мы просто устаем, если по-простому. Мы слишком устаем. И поэтому здесь практику нужно прекращать. Другой признак – это появление каких-то расстройств, боли, недомоганий, то есть чисто негативных состояний, когда тоже становится понятно, что у нас рабочая боль начинает переходить, в общем-то, в травму. По крайней мере, в опасность травмы. И как только возникают подобные состояния, значит, мы достигли своего предела. Здесь мы практику останавливаем. И дальше у нас идёт откат как бы прежней нормы, но не совсем до предыдущего состояния, а чуть-чуть получше. Поэтому в тренинговом формате мы как бы сдвигаем границу нормы не так постадейно, всё лучше, лучше и лучше, а вот фактически довели до предела, откатили, но не на прежнюю точку. Довели до предела, откатили, но не на прежнюю точку. То есть мы идём вот такими вот зигзагами, постепенно улучшая показатели. Я уже не говорю о том, что отдыхать просто тоже нужно. Это совершенно закономерно. Просто я с этого начала. То есть что касается появления боли, это более сложный вариант. Но в принципе, вот когда мы определяем, да, нормальная боль и ненормальная боль в тренинговом формате, а есть совершенно классический такой подход. То есть рабочая боль у нас при продолжении того же самого действия постепенно прекращается. Она обычно какая-то слабенькая, ноющая. И дальше организм привыкает, и она просто изглаживается, улетучивается. Это значит, что это рабочая боль, которая сигнализирует просто о том, что организм привыкает к новому состоянию. И это нормально. Вот это как раз такой плавный, ненавязчивый сдвиг этой нормы. Если же боль по мере продолжения практики в свою очередь нарастает, то это верный признак того, что боль травматическая. То есть рано или поздно она дорастет до такой степени, что приведет к травме. Что-то сломается, порвется, нервный срыв будет, если мы о каких-то психотехниках говорим. То есть при наращивании боли по мере продолжения практики это сигнал, что нужно сворачиваться. Опять-таки, сворачиваться не совсем до той точки, с которой мы начинали, а вот чуть-чуть мы закрепляем рубежи. Небольшой прогресс у нас есть. И на следующий день, на следующую сессию начинаем уже с новых рубежей, опять-таки проходя заново тот же путь, с которого мы откатили в предыдущий раз. Конечно, если двигаться очень аккуратно, очень точно размерять, насколько мы способны сдвинуть свою норму, то здесь возможен чисто теоретически вот этот поступательный прогресс. Раз шаг, два шаг, три шаг. Но с такой точностью, чтобы вот эта саморегуляция работала, чтобы человек с такой точностью чувствовал на самом деле, насколько ему нужно определять меру, это случается крайне редко. Здесь нужен на самом деле очень сильный интеллект. Я имею в виду сейчас способность оценивать собственное состояние. И особенно у человека в процессе, когда он захвачен этим процессом и где-то переживает о его исходе, такого рода отрешённый самоконтроль, он маловероятен. Здесь это скорее возможно со стороны учителя, если учитель ведёт процесс непосредственно. Поэтому если вы практикуете сами, то здесь вот действительно как бы куда-то забрались, откатили, осмотрелись, отдохнули, ещё забрались, и соответственно вот это зигзагообразное постепенное продвижение, оно в конце концов наращивает соответственно какие-то ваши достижения. И значит, вот здесь можно рассматривать, наверное, несколько уровней практик. Это и вопросы здоровья чисто физического, это и соответственно какие-то энергетические изменения. И это опять-таки изменения картины мира, мировоззрения, чисто ментальные программы. Надо сказать, я вот здесь прикрепила ссылку на курс по технике безопасности. Там это всё разбирается более подробно. Я сейчас такой вот очень поверхностный для вечерних посиделок, когда такой поверхностный экскурс встаёт. На самом деле в курсе это излагается чётко, систематично. И там можно посмотреть, грубо говоря, все опасности, которые подстерегают нас при выходе за пределы нормы. Тем более, что норма, кроме того, что она индивидуальна, это не определенное число, а некоторый диапазон в любом случае. Мы не фиксируемся на какой-то цифре. И возникает также вопрос, а вот как включить эту саморегуляцию на всех уровнях? Немножко я уже привыкла к себе как пример, как это всё происходит, использовать, препарировать. Я могу сделать экскурс, как вот это было с вопросом именно физического здоровья и эмоционального состояния. Опять-таки во всё те же 90-е годы это очень хорошие примеры, поскольку тогда я начинала, и были достаточно яркие впечатления. Поскольку сейчас, ну, если меня что-то выбивает, да, из каких-то состояний случается крайне редко, и возвращаюсь я к саморегуляции очень быстро, поскольку всё налажено, поставлено. Вот, поэтому здесь сложно показать что-то очень наглядно на каких-то ситуациях. А вот в 90-е годы там действительно это были американские горки. Вот какого-то там неслыканного, да, там полётов во сне и наявого, просветления необыкновенного, до спадов в полные депрессинки, вот так, чтобы с кровати не встать и вообще. Вот на таких, как бы, ярких впечатлениях, где от нормы, да, это всё вот в очень большом разбросе. Никакой нормы, да, сплошной маниакально-депрессивный психоз, в общем-то, ну и на физическом уровне по сбалансировке тоже, то действительно всё там слаженно, весь организм работает, всё отлично, вот, то он выходит, да, из какого-то строя и начинает пробуксовывать вообще по всем параметрам, да, вот и зубы болят, и голова болит, значит, и ещё, ну, в общем, соответственно, сами знаете, что бывает. То есть любые, да, абсолютно, какие-то симптомы. Как я вообще наращивал вот эту саморегуляцию? Надо сказать, что в советском детстве меня очень любили водить по врачам, да, и вот эта вот саморегуляция, она где-то была атрофирована, поскольку мне говорили, что вот у тебя такое состояние, да, тебе нужно делать то-то и то-то, и тогда тебе будет хорошо. А на самом деле, конечно, это были установки, касающиеся вот этой средней нормы, да, от которых мне это хорошо не было, поскольку это никогда не попадало в то состояние, которое индивидуально моё. Вот, ну, в принципе, не занимаются этим. Сейчас, да, индивидуальный подход более распространён, а в то время это, в общем-то, было достаточно вот такое штампование, да, человеков, вот, одинаковых по здоровью, где-то по параметрам. И, соответственно, вот эта вот напичканность, да, какими-то и лекарствами, и процедурами, и особенно когда это отправка по какой-нибудь санатории, где все строят, да, на одну процедуру, другую процедуру, всем массаж, всем, там, лечебную димнастику, всем, значит, на лыжи, там, ну, или ещё что-нибудь. То есть такое, такое вот форматирование, да, оно скорее саморегуляцию выключает. Тебя формируют извне, и ты совершенно отвыкаешь чувствовать, на самом деле, что тебе надо. И вот, собственно, когда я стал выходить, да, из этих парадигм, на самом деле, чтобы включить саморегуляцию, я здесь уже рассказывала про аскетический период, на самом деле, да, ставила тело и психику в какие-то, в общем, достаточно экстремальные ситуации. И они работали прежде всего на то, что организм начинал просыпаться и отчаянно вопить, что же конкретно ему надо. Вот. И вот это было то, что нужно, поскольку становилось ясно и понятно, да, что надо, и главное, что делать, да, чего конкретно хочется для того, чтобы это состояние отрегулировать. И с такими, значит, вот американскими горками это было долго, нудно и трудно, то есть это заняло добрые десяток лет, да, различных экспериментов, вот, чтобы выйти вот на свою, какую-то норму, на свою стабильность, значит, где вопрос уже, да, вот поддержание формы и какого-то постепенного прогресса. Значит, что нас может выбивать? Допустим, добились мы этой саморегуляции. И, в принципе, есть чувствование, да, состояние на всех уровнях, есть стабильность в этом состоянии, устойчивость, есть определенный набор практик, которые его поддерживают, вот как бы все хорошо, да, но человек у нас, в общем-то, не сидит в изоляции по большей части, кстати, сама изоляция – это тоже, да, тоже некое воздействие, вот поэтому в данном случае изоляция не будет изоляцией от воздействия, она сама по себе будет воздействием, как мы все проверили совершенно недавно, да, во времена преслава этой пандемии, вот, где выяснилось, что сидеть дома на диване – это ой, как трудно на самом деле, тяжело. Значит, и, значит, какие вот факторы у нас могут выбивать, да, и как нужно оперативно возвращаться? Прежде всего, это, конечно, удары по здоровью, да, либо заражения, либо, значит, какие-то физические недомогания, вот, и здесь понятно, вот мы на каждом уровне работаем по преимуществу методами того же уровня. И саморегуляция в таком случае происходит наиболее просто и быстро. Грубо говоря, если у вас чисто физическое недомогание, то имеет смысл предпринять чисто физические действия. Я сейчас не про съесть таблетку, а я сейчас про некое изменение, да, каких-то состояний. Ну, грубо говоря, если у вас перегружена голова, да, вы грузите ноги. Значит, если у вас затекла поясница, соответственно, да, вы пошли-прошлись. То есть всегда идёт какое-то перераспределение. И тоже один из моих классических примеров, когда пытаются, значит, решать проблему одного уровня с другого уровня. Значит, допустим, у вас есть там вот камни в желчном пузыре. И спрашивается, что мы с ними можем сделать. Конечно, мы можем взять вот там лимонный сок с оливковым маслом, загнать всё это, и у нас они вылетят за час. Ну, опять-таки, если это показано, если это те камни, которые можно выводить таким образом, я сейчас немножко опускаю, да. Но, по факту, у нас есть некоторый метод, который позволяет эту проблему решить быстро. Физическую проблему решить физическими средствами. И, значит, уже на следующий день мы их через весь кишечник прогнали и вывели наружу. Всё. Значит, представим теперь задачку, если мы будем решать ту же самую проблему энергетическими методами. Допустим, при помощи рейки. Вот у нас, значит, там вот тяжесть в правом подремении, мы начинаем рейковать. Кладём руки, посылаем энергию, активируем энергию в этой области. Конечно, за счёт этого активируется и, собственно, процесс уже чисто физиологически. Кровь там лучше начинает циркулировать и сама обратно обеществить. И, в общем-то, в принципе, расшевелив энергетикой эту зону, постепенно мы можем как бы их начать растворять, выводить. И нам где-то полегчает. Вопрос ЛК-1. А сколько времени это займёт? Займёт времени больше, разумеется. Поскольку даже просто перевести энергетическое воздействие в физическое, для этого тоже нужно определённое усилие и определённое время. И воздействовать энергией на камень, соответственно, придётся гораздо дольше. Берём следующий вариант с ещё более тонкого уровня. Пытаемся эти камни, допустим, в медитации растворить силой мысли. И вот сидим и представляем, что их там нет. Представляем, что их там нет, представляем, что их там нет. Час сидим, день сидим, месяц сидим. Но я действительно думаю, что это будет долго. Даже при идеальной медитации, если действительно у нас включаются связи между мозговыми структурами, с таким образом, которые воздействуют на формирование соответствующей формы тела, и значит организм начнёт подгонять состояние тела под картинку, которая у нас есть в нашей медитации. Эти процессы тоже будут происходить, поскольку у нас всё связано, но они будут ещё медленнее, чем энергетическое воздействие. Я даже не представляю, сколько нужно медитировать, чтобы камни растворить. Чисто теоретически возможно, но занятие такое очень благодарное. Поэтому, соответственно, когда мы говорим о саморегуляции, конечно, возврат к норме, то есть если у нас дисбаланс идёт на физическом уровне, то и возвращаться к норме нужно физическими методами. Соответственно, если у вас проблемы с осанкой, допустим, нужно делать соответствующие упражнения физические и так далее. Следующий уровень, на котором нас вышибает, это общение, конечно. Поскольку в норме у нас все люди хорошие, и каждый такой весь добрый, настроенный позитивно к окружающему миру, до тех пор, пока, по его мнению, кто-то его не толкнул, не задел, не дал по морде, условно выражаясь, эмоционально чисто, не наорал ни за что, в общем, пока не произошло какое-то воздействие, которого человек не ожидает, а самое главное, считает его неадекватным по отношению к себе. И таким образом у него идёт всплеск эмоций и возникает дисбаланс. Это происходит практически с каждым, с кем-то и по 10 раз на день. Весь вопрос только в том, как мы возвращаемся в нормальное состояние. Самый экстенсивный метод ждать, пока пройдёт. Ну или просто переключиться на что-то и пытаться рассеяться. То есть времени уходит много. Понятно, что если мы подключаем психотехники и на уровне энергоструктуры очень быстро специальными приёмами восстанавливаем целостность ауры, соответственно, качество энергии, то при таком подходе у нас, в принципе, эмоциональное состояние будет восстанавливаться достаточно быстро. Инерция всё равно какая-то есть, безусловно. Моментально не происходит ничего. И абсолютно твердолого железобетонных людей нет. Как известно, даже у святых есть эмоции, есть реагирование. Вопрос только в том, насколько мастерски, насколько умело они с этим справляются. Даже у святого есть всё. И гнев, и похоть, и слёзы. То есть пока существует наш психофизический континуум, то есть вот это самое воплощённое существование, это всё работает автоматически. Опять-таки вопрос только в отлаженности саморегуляции. Как быстро мы возвращаемся к исходному состоянию. Как быстро мы себя способны восстановить. И третье, что нас выбивает в основном, кроме проблем по здоровью и общения с окружающими, это информация, это ментальный. То есть уже не энергетический, а ментальный. Соответственно, попадание в голову каких-то мыслей. А у нас все мысли приходят извне, как известно. То есть у нас манас, да, ум, в принципе, регулирует информацию, поступающую от органов чувств. Её там как-то складируют. Но, в общем-то, весь накопленный багаж знаний, он у нас извне. Соответственно, дальше мы уже какие-то комбинации можем продуцировать. Но, тем не менее, само формирование какого-то запаса мыслей, оно с самого детства начинается и постепенно наращивается. И, конечно, то, что нас выводит, опять-таки, вот из этой нормы, это вброс той или иной информации, которая вот эту уже сбалансированную нормальную для нас картину мира так или иначе разрушает или сдвигает, или даже просто подвергает сомнению, или перегружает. Мы просто не справляемся, не понимаем, что куда тут расставлять, чтобы всё было ясно понятно, как и прежде. То есть вот любой такой информационный вброс, который, соответственно, нас тоже выбивает. И, соответственно, с ним, разумеется, нужно справляться, опять-таки, на том же самом уровне. То есть вот именно здесь работают техники медитации на очищение сознания, на поддержание позитивного состояния, то есть если мы говорим о прикладных каких-то вопросах. Ну и, соответственно, на самосознание, решение вопросов, кто я, единство с всеобщим или полную пустоту, в зависимости от традиций, с которой мы работаем. То есть где мы поддерживаем, опять-таки, вот эту свою норму, свою картину мира, которая у нас есть, опять-таки в сбалансированном состоянии. Даже если эта картина мира состоит в том, что нет ничего, всё просто. Тем не менее, это определённая картина мира. Если она для нас нормальная, то норму приходится поддерживать. Как только не пусто, мы эту пустоту восстанавливаем, опять-таки. То есть всё равно срабатывает саморегуляция. Значит, я ещё раз отошлю к курсу, связанному с... Так, запуталась бы в курсах. Да, кстати, про второй тоже скажу. Психотехника балансов при сложных взаимоотношениях с клиентами – это вот тоже метод саморегуляции. В основном он касается воздействия в общении для тех, кто работает с людьми. Я его сюда не прикреплела, но его можно найти на платформе. Вот. А основной курс здесь – это по технике безопасности, который прикреплён, и по нему можно перейти. Значит, если у вас есть какие-то вопросы по построению практики, да, чисто личные, вот опять-таки в связи со своей собственной нормой, и вы не понимаете, да, что и как там регулировать на данном этапе, то добро пожаловать на личные консультации. Все варианты личной работы представлены в группе, и можно написать мне лично, если вы чего-то не помнили из орг-вопросов, да, мы договоримся так или иначе. Вот. А сейчас я желаю всем нормального вечера, приятного. Следующий эфир будет из группы. В группе я провожу обычно более такие формальные и специфические эфиры, да, предназначенные, в общем-то, для той аудитории, которая у меня в группе, а это люди, которые так или иначе у меня уже обучались, или вообще рассказывают о том, как я строю свою работу с клиентами, с учениками. Поэтому, значит, там специфика тем, примерно соответствующая. Итак, спасибо за внимание и всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.